Я могу сказать, где реальная опасность. Она не на фронте. Понятно, я еще раз, давайте сделаем эту оговорку. Для реального солдата, который... Вот наш солдат сидит в окопе, понятно, что он в состоянии опасности несет... Наша армия несет потери силы обороны, это тяжело все. Чтобы это не звучало так цинично, типа из столичной студии. Мы понимаем, что творится на фронте, как бы слава Богу. Я имею в виду в целом для государства. Ставка России на победу невоенными средствами, или хотя бы сведение в ничью невоенными средствами. Для этого используется полный спектр воздействия. Начинают с лоббирования на Западе, ядерные угрозы, которые они стращают. Тут у них лодки начали выходить с ядерным вооружением, 20 лет не ходили. И так далее. У них есть попытка... Но самая главная удачная их технология, это раскачка нас изнутри. Накачка. И проблема психологической усталости общества от войны. Очень большой. Парадоксальным ситуациям. Смотрите, у нас на фронте дела и вообще в целом перспективы очень хорошие. Реально хорошие. Но психологическая усталость от войны способна нивелировать, она подрывает нашу готовность. Хотя, опять же, по последним опросам, 89% украинцев, это западные опросы, сказали, что даже после ядерного удара мы будем воевать дальше. Это очень высокий показатель. Поэтому средняя степень опасности, или как я имею в виду, это психологическая усталость общества, которая не вытягивает, а значит склонно ошибаться и поощряет тенденции в общественном мнении, которые оказывают на власть, на вооруженные силы, на силы обороны, на международных партнеров, негативное воздействие, в смысле решительности действия. Вот конкретный ключевой пример, это бесконечное видео о том, как работники военкомата в силу упаковали какого-то джентльмена на улице. С одной стороны, мы находимся в идиотской ситуации. 89% людей говорит, да, освобождаем всю территорию военным путем. А потом работник военкомата приходит и говорит, ну так давай, ты нам нужен, чтобы освободить территорию военным путем. Причем, заметьте, сейчас же будут призывать их бригады, которые будут вооружаться натовским оружием. Минимум половина будет обучаться в НАТО. Ну то есть, это же ты имеешь шансы лучше, чем те, которые шли год назад, 24 февраля, воевать. И так далее. И тем не менее, эти вещи, когда из-за неуклюжих действий работников военкомата человек в форме на улице становится источником угрозы, вместо того, чтобы считаться как защитник, в этом есть серьезная опасность с информационно-психологической и политической точки зрения. Раз. Второй момент, как бы, заключается в том, что у народа просто нарастает психическая усталость, связанная с финансовыми урядицами, она будет усиливаться, потому что экономика, например, не растет, мягко говоря. И хотя нам дают средства, чтобы социальные выплаты были, и Шмыголь сегодня объявил индексацию цен, вернее, пенсии для 10 миллионов украинцев. То есть, мы удерживаемся на плаву, но народ, война, это слишком серьезное испытание для среднего человека. Она опустошает. И чем дольше она длится, тем больше психологическая усталость. С другой стороны, всерьез, ну даже мы все радикально психологически устали, все провалились. А что мы можем такого принципиального сделать, чтобы проиграть войну, даже с точки зрения тотальной психологической усталости? Не разбежаться, не пойти в армию, ну такого не будет. Будут идти неохотно, но будут идти. Что еще? Там согласиться на переговоры, такого не будет. Единственное, что сейчас нельзя давать, это все очень четко понимают, я надеюсь, нельзя давать 2-3 месяца или сколько-то время, когда россияне наступают, а мы обороняемся. Потому что это резко усилит позиции тех, кто склонен торговаться на Западе. И упаднические настроения у нас в обществе.